В январе, опять же, я в зоопарке, вот я сходил с женой в животных Африки, посмотрел. Вот здесь вот с другой стороны уже идут коняшки, обычные коняшки, здесь проход, то есть все, в принципе, неплохо. Пойду дальше. Ну, коньков мы сейчас знаем. Дальше здесь вот после коняшков содержатся домашние ослы, но тут они стоят. Здесь вот содержатся поньки. Вот здесь я подошел, значит, к вольеру, здесь содержится олень-девида, милу. Но его не видно, наверное, где-то вот там сено, все есть, тут истоптано, все, я думаю, и есть. Вот появился Олежка, он там вдалеке, то есть вот нашелся, он поближе немножко. Вот здесь вот вольер с тигром, он уходит, большое, большая кошка, то есть все очень неплохо. Ему здесь хорошо видно и зимой, и летом, когда угодно. Ну, правильно, потому что он амурский, что ему? Здесь содержится токин, коров-коровый, вот. Но его никогда чуть-чуть, да? А, вон он там вдалеке лежит. Просто ляжет. Вот здесь есть экзотариум, значит, вход в него. Вот. Касса выставки показана стрелка, то есть вот здесь вверх, там экзотические живности. Вот здесь вот, значит, вольер для животного, которое на данный момент спит. Здесь содержится лошадь Пржевальского, вот как она выглядит. Вот, экзотариум. Вот здесь вольер, значит, здесь должен верблюдо содержаться, ну, наверное, где-то помещение. Потому что, в принципе, им вроде ничего, так они мороз переносят в какой-нибудь Калмыкии. Вот здесь вот касса экзотариума. Ну, там бесплатно только дети до 7 лет и ветераны ВОВ. Ему больше всего это нравится. Там полтора коллеги осталось, им по 100 лет всем ветераны ВОВ. Ну, ладно, бог с ними. Так, здесь содержатся обыкновенные шакалы. Вот их двое. Фу, табачищем от кого-то придет. Вот. Вот они здесь гуляют. Ну, нормальные такие собачки. Так, ну, в принципе, я вот здесь был. Здесь вот проход дальше уже, что там дальше, я посмотрю. Здесь вот, как бы, есть туалет. Еще один. Это, по-моему, уже четвертый. Четвертый, но на всю территорию, конечно, маловато. Вот здесь скала, сейчас посмотрим, что там. Здесь вот еще есть один, значит, клетка, где шканюк обыкновенный, содержится и малый подорлик. Подорлик. Там вот есть выход, значит, из территории на зоологическую улицу. Кому нужно здесь какое-то административное здание. Вот здесь, значит, есть вот птицы и бабочки тропиков, но здесь нет перила, нет поручни, здесь нет пандусов. То есть, в принципе, ничего не приспособлено. Ну, как обычно. Вот, то есть, ну, туда я не поползу, слишком скользкая плитка. Вот, пойду дальше. Дальше идет вольер вот для уток. Вот они там сидят все. Такие утки, всякие утки здесь проникли. Много чего скажем, можно прочитать. Вот они здесь. Ну, здесь им нормально выйдет. Вот здесь идет спуск. Так же вот этот подъем вокруг вот этой вот скалы, на которой тоже кто-то живет. Ну, туда я на вреде не пойду, потому что слишком скользко для меня. Я боюсь, что могу и не дойти его. Здесь содержатся винтороги козел, значит. Ну, ему здесь нормально лазить, все хорошо. А вот здесь вот они винтороги козл. С козлищами. Вот такие забавные, как раз, с овцами. У них хорошо. Вон там лазит один наверх. Много там. Я пришел, значит, посмотреть полярный мир. Здесь вот вниз спуск. Ну, правда, крутоватый и скользковатый, конечно. Но пандоса тоже как бы нет. Вот здесь вот подъем наверх. То есть я сейчас поднимусь, посмотрю. Вот здесь, значит, обитает дагестанский тур. Дагестанцев у нас и так много. Вот у нас еще и тур есть. Вот тут я уже, наверное, возвращаюсь, потому что, ну, обход вот этого пруда. И там уже вот выход. Ну, а переход и там выход. Ну, вот такая вот была экскурсия. Вон коняшку ведут. То есть все очень хорошо. Ну, в принципе, все закончил. Я экскурсию здесь все посмотрел. Вот здесь вот выход на Большую Грузинскую. Я из него выйду и пойду.